Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу событий. В студии Андрей Горгуленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Коротко о некоторых темах. Самарские трамваи станут еще чище. В городском депо запустили новую энергосберегающую мойку. Ликвидировать возгорание в считанные минуты. В регионе отрабатывают схему тушения лесных пожаров, что грозит самарцам, которые будут разводить костры на природе. Выбрали лучших гимнастов и танцоров региона. В Самарской области определили победителей регионального этапа гимнастрады. Власти Самарской области рассказали о трансформации национального проекта «Безопасные и качественные дороги». На ремонт дорожной сети региона в этом году выделят свыше 13 миллиардов рублей. Для долговечного ремонта дорожники начали использовать улучшенные асфальтобетонные смеси. Подробнее о нововведениях узнала мэрия Елчан. Новая редакция паспорта нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» расширяет его состав с 4 до 6 федеральных проектов. Основная цель – ориентация на комфортную и безопасную среду для жизни. С этого года по 2024 в Самарской области должны привести в порядок более 850 километров автомобильных дорог. В этом году для Самары закупят 22 троллейбуса. Это станет возможно благодаря новому федеральному проекту «Модернизация пассажирского транспорта» в городских агломерациях. Также городские власти планируют отремонтировать 30 участков дорог. Из них 25 приведут в порядок большими картами. Пять участков дорог обновят комплексно, включая тротуары, бордюры, приведут в порядок люки инженерных коммуникаций и наладят дорожную инфраструктуру. Что касается измененных технологий, по новому ГОСТу уже используются новые асфальтобетонные смеси. Это позволит более качественно отремонтировать наши самарские дороги и сохранить их в долговечности. У всех подрядчиков закуплены необходимые материалы, все заводы у нас переоборудованы, поэтому проблем с этим мы не испытываем. Новые литой асфальтобетонные смеси уже начали производить ремонт трамвайных путей на проспекте Кирова. Городскими властями был произведен объезд гарантийного ремонта дорог. Из 600 тысяч квадратных метров отремонтированных нарушения нашли только на 150 квадратах. В новом паспорте нацпроекта учитываются мнения жителей губернии о качестве работы дорожных служб. Также особое внимание показателям безопасности дорожного движения, качества транспортного обслуживания и доступность дорог. Есть проект «Карта убитых дорог». Может любой человек найти в поиске, сфотографировать участок дороги, отметить ее на карте, мы ее увидим, то есть она пройдет модерацию. Раньше в национальном проекте безопасной и качественной дороги было запланировано развитие только региональной и местной дорожной сети. С этого года под контроль взяли и федеральные дороги. Всего за время действия нацпроекта отремонтировали свыше 400 километров региональных дорог. Кроме того, в трансформированный нацпроект добавилась под программа мосты и путепроводы. До 2024 года должны привести в порядок более 1800 погонных метров искусственных сооружений. Сейчас Минтранс приступил к разработке проектно-сметной документации 10 путепроводов. Также в Самаре и Тольятти планируют внедрить интеллектуальную транспортную систему. Построят три пункта весового контроля. Продолжится и реализация контрактов с использованием новых технологий и жизненного цикла. Мэри Елчан, Григорий Пешаков, События. В Самаре продолжается месячник по благоустройству. Ездить в самарских трамваях стало еще комфортнее. В ДПО городского трамваяно-троллейбусного управления появилась новая автоматическая мойка. О том, как соблюдают чистоту в транспорте, расскажет Ольга Хомракулова. Самарские трамваи стали еще чище. В городском депо трамвайно-троллейбусного управления запустили новую энергосберегающую автоматическую мойку. В прошлом году, несмотря на уменьшение выручки, связанное со снижением пассажиропотока в разгар пандемии, муниципальное предприятие изыскало средства. И в сентябре были объявлены торги на закупку нового оснащения. Приобретенная мойка российского производства. Она укомплектована инфракрасными датчиками, которые помогают регулировать движение трамвая в моечном отделении. Также есть датчики контроля подачи воды. Качество ее мойки по сравнению с теми, которые отслужили, конечно, на порядок и порядок выше. Более того, в этой мойке автоматически все запрограммировано, сколько должен умыться каждый трамвай. То есть, в качестве примера, одиночный трамвай моется минуту 20 секунд. Трамвай, состоящий из двух вагонов, две минуты. В ходе городского месячника по благоустройству приводят в порядок весь подвижной состав после эксплуатации в зимний период. Трамваи моют дважды в сутки. С такой же кратностью проводят дезинфекцию. Основной объем работ приходится на ночь. Кроме того, в течение дня дополнительно протирают все контактные поверхности. Чтобы справиться с возросшим объемом работ, на добровольной основе привлекаются даже литейщики, сварщики, слесари и сотрудники других подразделений ТТУ. За усердный труд литейщик пластмасс Владимир Сосновский в прошлом году удостоился почетной грамоты Департамента транспорта Администрации Самары, а также премиальных. На выручку мойщикам приходит и сейчас. Мы, в общем, разводим хлоровин Б, пропорциях 7 ложек на ведро воды, обрабатываем, я иду, опрыскиваю, за мной вот моя напарница идет, промывает дальше все остальное, тряпкой, вот, все сиденье, поручни, все вот это обрабатывается, в конце все обрабатывается, уже полы моются и трамвай часа полтора проветривается. Запас хлорсодержащих средств в муниципальном ТТУ не снижается. Его хватит на 2-3 месяца вперед. Следующие торги планируется провести в июне. Покупаем хлорамин, ну, хлорамин покупаем мы с прошлого года, это необходимо для того, для обеззараживания подвижного состава. И здесь мы находимся на складе, это у нас промежуточный склад, небольшой, здесь у нас запасы каких-то моющих средств, мыла, антисептиков, белизных, хлорки. Есть всегда в наличии также и одноразовые маски, потому что сотрудников у нас много, масочный режим никто не отменял. Предпринимаются такие меры для комфорта и безопасности пассажиров. Как минимум, способы для оплаты намного удобнее, приятнее и, в принципе, чище стало. Конечно, можно, как и любую другую технику. С сезоном все-таки почище стало. Все-таки сейчас сухо, я думаю, сейчас будет еще лучше. Всего ежедневно на линию выходят 156 трамвайных составов, работающих на 24 маршрутах, и 103 троллейдуса, следующих по 15 направлениям. Ежедневный осмотр и дезинфекция подвижного состава продолжаются во всех шести депо трамвайно-троллейбусного управления. Ольга Хомракулова, Максим Гусев. События. За сутки в Самарской области зарегистрировали 196 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших ковидом в регионе 58 709 человек. Такие данные в четверг 15 апреля опубликовали на сайте stopcoronavirus.rf. За последние сутки выздоровели 219 человек. Всего с начала пандемии из больниц выписали 55 599 пациентов. В регионе продолжается вакцинация населения от коронавирусной инфекции. На этой неделе в Самарскую область поставили более 30 тысяч доз вакцины. В ближайшее время ожидается еще 47 тысяч. Активно прививается старшее поколение и люди с хроническими заболеваниями. Как в больших, так и малых городах губернии. Как проходит вакцинация в Новоку и Бышевске, расскажут наши корреспонденты. Лидия Александровна Распивина на вакцинацию от коронавируса пришла впервые. Рассказывает, что прививка – это прежде всего забота об окружающих. Все-таки я уже в группе риска, и зачем я буду их напрягать в своих ростах. Сначала стандартные процедуры – заполнение анкеты, беседа с врачом и медицинский осмотр. Медики измеряют уровень кислорода в крови, давление, пульс и спрашивают о хронических заболеваниях. Если противопоказаний нет, делают прививку. Под наблюдением врачей нужно будет посидеть еще 30 минут, а через три недели можно вводить второй компонент. Зоя Афиногенова приехала на прививку с дочерью. Сама она уже сделала оба компонента, чувствует себя прекрасно, и теперь прививается вся семья. Привезла мужа, и муж у меня сделал. Вот теперь и дочку привезла, чтобы и она сделала. Уже обезопасить всех. Все-таки и внуки у меня ко мне ездят. Чтобы было все хорошо, очень хорошо сделали, мы благодарны врачам. В Новокуйбышевской центральной больнице вакцинируют от коронавируса с декабря прошлого года. На днях пришла новая партия гам-ковид-вак «Спутник Ви». За самочувствием всех пациентов ведут наблюдения. Отслеживаем динамику не только мы. Данные поступают и на госуслуги. То есть пациенту приходит сообщение о том, что ему нужно сообщать о своем самочувствии в дневнике наблюдения. Ну и, естественно, врач наблюдает его. На днях в регион поставили более 30 тысяч доз вакцины. В ближайшие дни ожидаются порядка 47 тысяч доз. Прививку делают добровольно и бесплатно. Пройти вакцинацию может любой человек старше 18 лет при отсутствии противопоказаний. Повышается и доступность процедуры. В регионе задействованы мобильные фабы, круглосуточные пункты, передвижные пункты возле торговых центров. Можно прийти туда, можно записаться на прививку заранее, как в поликлиниках, так и на сайте госуслуг и по телефону горячей линии 122. Светлана Кудрявцева, События. Впереди у нас новости экономики. Их подготовила Светлана Кудрявцева. Светлана, здравствуйте. Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Туроператоры подсчитывают убытки из-за прекращения авиасообщения с Турцией. Сколько денег россияне готовы были потратить на отдых и как последние события отразились на курсе рубля? Действительно, Андрей, эта тема сейчас одна из самых актуальных, но на курс рубля, по словам экспертов, влияют пока совсем другие события. О них позже, а сейчас о том, что советуют делать россиянам, которые уже купили путевки на Турецкое побережье. Более полумиллиона россиян забронировали туры на Турецкое побережье до начала лета. Причем почти половина – это семьи с детьми. Общая стоимость забронированных туров по подсчетам Ассоциации туроператоров составила 32 миллиарда рублей. Напомню, что до 1 июня Россия уже приостановила авиасообщения с Турцией и Танзанией из-за сложной обстановки с коронавирусом. Туроператоры сравнивают последствия этого запрета с прошлогодним закрытием границ и предупреждают, что туристы, которые не смогут поехать в Турцию на майские праздники, рискуют остаться без морского отдыха. Почти все качественные объекты размещения на российских южных курортах уже раскуплены. Ассоциация пока не представила точные цифры по африканской стране, но оценила, что туры в Танзанию на апрель-май могли забронировать примерно 6-7 тысяч россиян. Сейчас у путешественников есть три пути – перенести отдых на более поздний срок, поменять направление или вернуть деньги. Но последнее, по словам экспертов, возможно только через суд и займет процесс около года. При этом денег на возврат оплаченных путевок у туроператоров сейчас нет. Сразу же после таких новостей взлетела стоимость авиабилетов в те страны, которые для россиян сейчас открыты – в Грецию, Египет, Арабские Эмираты, на Кипр и на Кубу. По данным сервиса бронирования билетов, подорожание составило от 10 до 60%. А вот на изменении котировок валюты закрытие границ практически никак не отражается. На курс рубля влияют сейчас совсем другие события, рассказывает наш постоянный эксперт, финансист Александр Тымчук. В настоящий момент наибольший вес в такой высокой стоимости доллара относительно рубля несет в себе фактор напряженности отношений между Россией и Украиной, Соединенными Штатами, да и Европой тоже. Этот градус напряженности несколько спал после того, как Байден с Путиным по телефону побеседовали, наладили точки контакта. Это было довольно позитивно воспринято рынком. Мы видели укрепление рубля практически на 2% в течение каких-то пары часов. Мы пока не говорим о том, что рубль перешел в контрнаступление и вот теперь там будет долго и усиленно укрепляться. Ну, вряд ли. Вот и сейчас рубль слабеет. По данным Центробанка, официальный курс российской валюты на 16 апреля 76 рублей 98 копеек, доллар прибавил полтора рубля. Евро на пятницу 92 рубля и 23 копейки. Европейская валюта выросла на 1 рубль и 69 копеек. Нефть марки Brent 66 долларов и 38 центов. Ну, о перспективах цен на черное золото поговорим в следующих выпусках новостей экономики. А на этом пока все. Оставайтесь с нами и будьте в курсе. С сегодняшнего дня в Самарской области введен особый противопожарный режим. Пребывание граждан в лесах ограничено, а также запрещен въезд в них на автомобилях. До середины осени запрещено выжигание сухой травы и хвороста на территориях населенных пунктов, садовых и дачных участках, а также вблизи лесных насаждений. Совместные учения сегодня провели сотрудники МЧС, РУВД, аварийно-спасательные службы и лесники. На тушение пламени в один из самарских лесов отправилась Мария Левина. Одно неловкое движение и горит целый квадрат леса. По сценарию, который отрабатывают сегодня спасатели, из-за неосторожного обращения с огнем, произошло серьезное возгорание зеленых легких в Самарской области. На месте работают 80 человек и 18 единиц спецтехники. Как итог, практически за 10 минут пожар потушен. Но такой быстрый результат – это скорее удачное стечение обстоятельств. Предугадать, как себя поведет пламя в лесу, крайне сложно. Пожар в городе гораздо проще ликвидировать, нежели чем в лесу, потому как в первом случае можно прогнозировать практически его исход. Для этого подобрать необходимое количество спасателей и техники. Здесь, в лесу, такое планирование не сработает, потому что главная хозяйка здесь – природа. Охрану лесов под пожары в Самарской области обеспечивают 16 подразделений МЧС. По области распределены 17 пожарно-химических станций, таким образом, чтобы успеть вовремя среагировать на возгорание в самых разных уголках региона. Все станции укомплектованы специальной противопожарной техникой, и на них работает порядка 400 человек. С началом противопожарного режима работы прибавляется. За прошлый год, к примеру, потушили 70 пожаров. За две недели до начала особого режима организация дополнительно принимает сотрудников. С ними для начала проводят профессиональный ликбез, а потом учения. Совместные учения с МЧС, с аварийными спасательными службами, до которых мы будем отрабатывать именно действия по тушению лесного пожара и предотвращению его распространения на жилой сектор. Основная из причин – это неосторожное обращение с огнем. В осеннее время произошло ряд крупных пожаров. Ввиду устойчивой, сухой, жаркой погоды, а также сильного ветра, происходило в основном горение травы, камыша. Была угроза населенным пунктом, но угрозу, в свое время все угрозы были сняты. Из-за аномально теплой весны пожарным уже пришлось немало поработать. С начала года леса горели уже 10 раз. В каждом из случаев замешан человеческий фактор, говорят спасатели, и призывают самарцев осторожнее обращаться с огнем. Я хочу напомнить, что буквально два года назад у нас на территории Красноярского района горели дачные участки, расположенные в районе населенного пункта Новосемейкино. Безопасность наших дачных участков, безопасность нашего жилища зависит от нас самих, от того, как мы будем выполнять требования противопожарного режима. А тем, кто предупреждение всерьез не воспримет, придется в лучшем случае раскошелиться на штраф в 5000 рублей. А если пожар признают поджогом, то отдыхающим грозит уголовная ответственность. С сегодняшнего дня в регионе действует особый противопожарный режим, при котором даже посещать леса запрещено. С этого года произошли изменения в правилах, и даже если посещение лесов разрешат, то сжечь в них костры нет. Со стороны лесничества составлены графики патрулирования совместно как с МЧС, так и с отделом внутренних дел по районам. У нас организовано 5 патрульных групп, которые ежедневно осуществляют патрулирование и пресечение нарушения правил пожарной безопасности. В регионе 19 лесничеств. Каждый год происходит посадка новых деревьев – молодняка. Над созданием зеленых оазисов трудятся сотни людей. Чтобы вырастить целый лес, порой не хватает одного поколения. Поэтому лучше воздержаться от поседелок у костра, чем погубить так трепетно и заботливо выращенные растения. Мария Левина, Николай Сидоров, События. Далее коротко о других темах дня. Жительница Волжского района пойдет под суд за незаконное приобретение и хранение наркотиков. Как сообщают в полиции, сотрудники ДПС задержали автомобиль на улице Чайкистов. В отношении непристегнутой пассажирки составили протокол об административном правонарушении. Женщина также призналась, что употребляла наркотики и передала полицейским в присутствии понятых сверток с героином. Правоохранители устанавливают канал сбыта, а женщине грозит до трех лет тюрьмы. Уголовное дело возбудили в отношении 27-летней жительницы Чапаевска, которая с 2018 года организовывала контрабанду сильнодействующего вещества из Киргизии. Полученный товар она сбывала в торговом центре и по почте. Оперативники таможни организовали проверочную закупку и задержали подозреваемую с крупной партией запрещенки. Общая сумма выручки за несколько лет могла составить порядка 4 миллионов рублей. Эти деньги женщина пыталась легализовать, приобретая имущество и оформляя его на одного из членов семьи. В Самарской области накажут охотников, убивших лебедей. Браконьеров задержали на охотничьем участке Смышляевская. Пятеро человек во время открытия охоты незаконно убили одну лысуху и четырех лебедей, занесенных в Красную книгу. По данному факту собрали проверочный материал. На мужчину, добывшего лысуху, составлен административный протокол. Материалы передадут в мировой суд. Самарские лесники развесили изготовленные своими руками домики для птиц на территории загородного парка. Чтобы уберечь скворечники от кошек, нужно вешать их вдали от толстых веток и на высоту примерно 3-4 метра, рассказывают в областном минлесхозе. Закреплять домик нужно мягкой проволокой, ни в коем случае нельзя его прибивать гвоздями. Также его нужно разместить немного с наклоном вперед, чтобы в него не попадал дождь и снег, а птенцам было удобнее выбираться наружу. В Самаре этой весной заработал сервис аренды электросамокатов. Полторы тысячи штук будут доступны жителям и гостям города. Стоимость аренды поминутная. Взять самокат можно, зарегистрировавшись в приложении, а также через программу заказа такси. Взять электросамокат можно на набережной, а оставить в центре города. Сервис появился в России в 2018 году и активно распространялся на юге. В этом году самокат Эл-Аренду появится в 50 городах страны. В Самарской области определились победители регионального этапа гимнастрады. Это новый фестиваль гимнастических видов спорта и различных танцевальных направлений, который проходит в рамках нацпроекта «Демография». Решение о том, что Самарский регион будет участвовать в гимнастраде, приняли по итогам встречи губернатора Дмитрия Азарова с президентом Всероссийской Федерации художественной гимнастики Ириной Винер-Усмановой. Сколько команд отправится покорять столицу, расскажет Сергей Кизоркин, который побывал на финальных выступлениях и галоконцерте. Гимнастрады – это полет не только спортивной, но и творческой мысли. Здесь даже костюмы гимнасток отличаются от классических, как небо и земля. Победители областной гимнастрады, участницы команды «Летчицы» так вжились в образ, что шлемофоны оказались у них не бутафорские, а оригинальные 80-х годов выпуска. Тренер Наталья Скопенцева уверена, новые соревнования – это большой вклад в развитие спорта, как массового, так и высоких достижений. Гимнастрады – это шоу. Шоу, фестиваль, танец, спорт. Все совместно идет здесь синтез такой. И костюм уже зависит от того образа, от того музыкального сопровождения, от той постановки, которая будет задумана хореографом, постановщиком. В Самарской области эти соревнования проходят впервые, но уже пользуются популярностью. Выступали более 104 коллективов нашей области. Начиная со школы, заканчивая детскими садами. Были отобраны лучшие участники, которые будут принимать участие в финальной части, которая пройдет у нас. И лучшие коллективы будут направлены в Москву, на финальную часть соревнований. И далее будет сформирована сборная команды России, которая отправится на, скажем так, в международную арену, где будет защищать честь страны. Оценивала финалистов компетентной жюри. Десятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике, главный судья гимнастрады Ольга Капранова довольна уровнем подготовки юных спортсменов. «Перспективно. Есть очень много талантливых девочек. У вас очень хорошие и талантливые тренеры. И постоянно гимнастки из Самары попадают в сборную команду России и уже могут защищать честь нашей страны. Мне очень понравилось. Я думаю, что потенциал есть. И каждая команда, конечно, достойна самой высшей похвалы». Гимнастрад объединяет три направления. Общая гимнастика, гимнастические виды спорта и танцевальный марафон. И везде определяется команда чемпион. Три победителя поедут в июне в Москву на общероссийский финал. «В Самарской области самый крутой региональный этап. Мне звонили, я еще в Москве была, мне звонили из деревень тренеры и говорили, мы будем участвовать обязательно, и как нам это сделать. Я подсказывала, что нужно обратиться именно сюда, в региональный этап». Инициировал проведение гимнастрады в Самарской области губернатор Дмитрий Азаров. Первый турнир прошел на высоком организационном и спортивном уровне. Отметили почетные гости соревнований. «Это мотивация для ребят, которые сейчас остаются вне активного образа жизни, вне спорта, вне танца. Ведь в гимнастраде на самом деле соединяются очень многие элементы, которые, на мой взгляд, отвечают сегодняшним потребностям, мировоззрению сегодняшней молодежи. Это интересное начинание, и оно у нас стартовало успешно. Мы сумели всколыхнуть всю нашу спортивную танцующую общественность». Теперь самарским гимнастам и танцорам нужно доказать свою состоятельность на всероссийском турнире и попасть в национальную сборную и выступить на международной гимнастраде. Она пройдет в 2023 году в Амстердаме. А в 2024-м Россия планирует подать заявку на проведение турнира в нашей стране. Если все получится, то всемирный праздник красоты и спорта пройдет в России в 2027 году. Сергей Кезорки, Николай Пифанов, События. Баскетболисты Самары в одном шаге от выхода в финал Российской Суперлиги. Накануне самарцы одержали победу в третьем матче полуфинальной серии против московской «Руны» 81-73. Волжане владели преимуществом на протяжении всей встречи. Самара вела в 5-10 очков. Лишь изредка хозяева приближались на расстояние одного точного броска. Но каждый раз самарцы вновь создавали небольшой отрыв. Теперь счет в серии до трех побед. 2-1 в пользу Самары. Волжанам осталось выиграть еще один матч. Следующая игра пройдет в Москве 16 апреля. На этом наш выпуск завершен. Заходите на сайт Самары Гейз, подписывайтесь на наш телеграм-канал и на официальные страницы в социальных сетях. А также смотрите нас на ютюбе. Там у нашего канала уже более 36 тысяч подписчиков. Будьте здоровы! Всего вам самого доброго! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!